Лидеру Ярославских Единороссов Михаилу Боровицкому отвесили мощного пенделя, лишили всех постов и, скорее всего, человек с позором будет изгнан из партии. А знаете за что? А потому что позволил себе мужчина покритиковать непопулярную нынче пенсионную реформу. Вот и поплатил совсем, ибо нечего умничать. Ну, вообще, конечно, это анекдот, слушайте. Мужика наказались за его порядочность, просто за то, что не захотел плавать, как оно, в проруби, а сказал то, что думает, справедливо сказал, и вот на тебе уволен, предатель. Я одного понять не могу. Единая Россия, чьи интересы в парламентах представляет? Наши или свои партийные? Начинаем. Хотя, если уж быть до конца объективным, то пенсионная реформа сегодня для многих политиков превратилась в возможность хайпануть, пропиариться. Вот я пользуюсь разными мессенджерами, и меня умиляет, что эти мессенджеры в последнее время прям наводнили высказывания всяких прохвостов с депутатскими корочками от разных партий. Мол, мы вообще не поддерживаем эту мерзопакостную реформу, только мальчиши-плохиши могут говорить об этом как о чем-то замечательном. Причем, ребят, кто это говорит? Весьма жаль, что сегодня здесь не будет выступления министра труда, который должен был отчитываться перед думой, поскольку у нас перед ним накопилось много вопросов, и в первую очередь касательно предложения главы кабинета о повышении пенсионного возраста. Но министра нет, спрашивать некого, хотя есть пример для того, чтобы обсуждать его хотя бы между собой. А вот и пример, пожалуйста. Это, друзья, депутат от партии Неуверенная Россия, ой, простите, Справедливая Россия, конечно же, и они там в этой партии все как с цепи сорвались, критикуют, критикуют, критикуют данный законопроект. Господа, а напомните-ка мне, не эти ли ребятишки три месяца назад активно поддерживали на выборах президента кандидатуру Владимира Путина, а сейчас вдруг опять ушли в оппозицию и обрушиваются с резкой критикой на проект закона, который санкционировал их кандидат? Хотя я вообще с этой системной оппозиции угораю. Вы к кому в оппозиции? Так к Путину, так вы же его поддерживаете. К Единой России, так это же партия, на которую он опирается, так да вообще не врубаясь. Что вы за оппозиция такая? Нельзя быть немножко беременным, нельзя болеть на матче Россия-Испания за сборную России, маленечко за испанцев. Это бред, это обман избирателей, а вы, получается, непорядочные люди. Я единороссов в этом плане больше уважаю, у них хоть сколько-нибудь четкая позиция по любому вопросу имеется, а у вас, извините, девочки, вернее, ведете себя как девочки, ну, которые за деньги. Это реальная журналистика, и мы продолжаем КВН, поехали. Впрочем, смешные ребята из «Справедливой России» не самые смешные. Оказывается, пенсионную реформу поддержала, внимание, партия пенсионеров. Слушайте, это же до какой степени надо не уважать людей, интересы которых вы представляете, чтобы такой плевок в их сторону устроить. Партия пенсионеров проводит конференцию, и ее делегаты говорят, да, это очень нужная реформа, я удивляюсь, как они вообще за отмену пенсии не выступили. Нужно немного потерпеть, брякнул глава РПП Чеботарев, и станет лучше. Кстати, а как слово «чудак» правильно пишется? Через «ч» или через «м»? Партия пенсионеров России готова поддержать реформу, предусматривающую повышение пенсионного возраста. Об этом заявил ее глава Николай Чеботарев. По его мнению, данная мера будет способствовать повышению пенсионных выплат. «Мы понимаем, что повышение пенсионного возраста является лишь инструментом для повышения пенсий. Оно не для повышения возраста, а для того, чтобы в будущем было меньше проблем с пенсиями, и чтобы поднять их размер до более или менее приличного уровня», – сказал Чеботарев. К слову о партии пенсионеров, вообще-то очень смешная партия, вернее, история вокруг нее, ну такая с душком. Придумал и создал ее в 97-м году Остап Бендер нашего времени, Сергей Отрошенко, земляк, мой уралец. Когда партия уже стала брендом, Отрошенко решил ее продать за деньги, вы не ослышались, и продал. Причем, по разным данным, одновременно нескольким людям. По одной информации, тогдашний депутат Госдумы из Челябинска Валерий Гартун купил эту партию, по другой – член Совфеда Дитериновой Константин Цыпко. Против последнего, кстати, в итоге дело о коррупции заявили, чем закончилось, не скажу, не следил, потому что, ну вот он. Итак, начнем с Озерска, где только что вынесли приговор бывшему сенатору от Челябинской области Константину Цыпко. Он признан виновным в получении взяток на 21 миллион рублей. Из зала суда на связи со студией находится наш корреспондент Ксения Комиссарова. Она готова рассказать все подробности. Да, коллеги, впервые в России дело о преступлении сенатора дошло до суда. Полтора года разбирательств, более 60 свидетелей, и сейчас, по последним данным прокуратуры, уже более 60 томов. Огромный объем, поэтому все участники процесса были готовы к тому, что оглашение приговора затянется на несколько дней. Долгое время партией рулил екатеринбургский бизнесмен Евгений Артюх. Про него реально ничего плохого сказать не могу. Однако, в 15-м году Артюху вдруг дали под зад, выгнали из партии. Сейчас там главный некто Чеботарев. Что этот человек делает, я, например, не знаю. Хотя вру, теперь знаю власть и вылизывает. А вас, дорогие пенсионеры, тупо кинули. Еще одна общественная структура, которая выступила на стороне правительства, Федерация Независимых Профсоюзов. Оказалось, что там тоже с восторгом восприняли идею увеличения пенсионного возраста, хотя о какой организации мы говорим. Глава ФНПР Шмаков. Вы его хоть раз видели? Ну, давайте я вам его покажу. Просто, без слов, под музыку на старт. Внимание! Сейчас за что? Мне кажется, у этого человека на лбу татуировки не хватает чинуша. Не чиновник, нет, именно чинуша. Причем, сколько я себя помню в журналистике, столько Шмаков возглавляет Федерацию Независимых Профсоюзов. Где он работал как работяга, что делал, вряд ли кто сейчас вспомнит. Ну, если вообще работал. Кстати, помню, как на интервью к нему ездил, недели три мы согласовывали этот момент, приехали в какое-то роскошное здание в центре Москвы. Час ждали, когда выйдет этот откормленный дяденька к нам, потом вышел, начал командовать. На ты, на эй! Знаете, я рад, что сегодня у меня нет никаких начальников. Я могу любого такого вот деятеля просто послать куда подальше, а не лебезить перед ним. Однако я увлекся. Так чем занимаются-то профсоюзы? Как правило, вспомнил. Все время какие-то соглашения с властями заключают. По любому поводу. Нравится оно людям или нет, мы согласны. Давайте подпишем бумагу соответствующую. А если вдруг появляются какие-то альтернативные профсоюзы, которые не согласны, это враги, это неправильные профсоюзы, кричит Шмаков. На кой ляд нам такие профсоюзы, интересно? Кого они защищают? Чиновников, начальников? Вы хоть раз слышали, чтобы ФНПР добилась отставки какого-нибудь топ-менеджера где-нибудь и не услышите? Они там свои частные вопросы решают, потому что... Мне очень жаль, что в этот раз опять на акции протеста вышло очень мало людей. Огромное спасибо тем, кто все-таки вышел. Здравствуйте, Александр. Меня зовут Екатерина. Я предприниматель из Екатеринбурга. До недавнего времени политикой я не то чтобы не интересовалась. Скорее намеренно старалась держаться подальше от этой грязи, понимая, что все равно в ней не разбираюсь. Да и не хочу разбираться некогда. Повышение пенсионного возраста стало последней каплей. Давайте объединимся и наконец уже скажем, с нами так нельзя. У меня температура 38. Я вылез из Выхина. Прямо сюда приехал. Сил моих больше нету кричать. Вперед! Я вот в начале, еще раз переслушайте, зачитал письмо женщины, девушки. Она, в принципе, еще, я так понял, молодая женщина, там чуть за 30, может быть. И вот, вы знаете, я всегда говорил, эту страну, видимо, спасут только бабы. Вот у нас, если кто и имеет мужество среди вот нашего народа, населения, это бабы. И, видимо, пока бабы не возьмутся за вилы, ничего не произойдет. Потому что мужики будут сидеть, тупо бухать и тупо ждать, когда же что-то кто-то измер. А я уже, правда, не знаю, что еще нужно отобрать у людей, чтобы они проснулись. Цены задирают, утираемся. Тарифы повышают, утираемся. Пенсию забирают, молчим. Что следующее? Поборы растут уже ежемесячно. А куда эти деньги пойдут? Лизам Песковым. Вот прав был классик. Все-таки страна рабов, страна господ. Все. Это была реальная журналистика. И сегодня вот так. На моей страничке в Ютьюбе вы найдете больше полезного и интересного. Заходите, не стесняйтесь на канал подписаться. Не забудьте. В соцсети ко мне тоже заглядывайте. Там тоже есть чем поживиться. В друзья добавляйте с темы, предлагайте. Поднимем и обсудим. А я за всем спешу откланяться. Пока. Пока. Так он с грузом смотри. Он реально с грузом. Вот на это и ловят с унока. Так нет, так это донка. Смотри, тут магниты.